В ожидании мира миллионы жителей Донбасса. Тем, кто остался за линией соприкосновения и тем, кто вынужденно покинул свои дома, важна любая поддержка. Более 4 миллионов продуктовых наборов раздал мирным жителям штаб Рината Ахметова. Уже год по обе стороны линии соприкосновения помощь доставляют гуманитарные рейсы. Они отправляются в путь, невзирая на преграды и время года, что удалось преодолеть и как помогают выжить. Об этом сюжет Виктории Чистюхиной. 60 большегрузных автомобилей. Это первая колонна помощи Рината Ахметова, которая отправилась на Донбасс ровно год назад. 400 километров пути, 1200 тонн продуктов. Первыми наборы выживания получили переселенцы в Мариуполе. Разгрузить сколько еще осталось? Много, да? Надежда Пивинская уже год встречает каждый рейс в Мариуполе. Эта логистическая база стала центром гуманитарной помощи на подконтрольной территории. Задача Нади распределить пакеты и организовать разгрузку таким образом, чтобы волонтеры могли быстро сформировать наборы выживания. Сейчас процесс отлажен, а год назад люди работали на грани возможностей. Мы делали все. То есть с утра до вечера, ненормированный рабочий график, без выходных. Пытались максимально сделать свою работу качественно и быстро. Два месяца. Столько времени Нади рассчитывала работать волонтером. Говорит, никто и подумать не мог, что рейсы продлятся целый год. Сегодня на пункт выдачи на рынке Азовский, где и расположен логистический центр, каждый день приходят сотни переселенцев. На их месте могли бы быть и мы, и наши родственники, потому что Мариуполь находится сейчас в таком положении, когда, к сожалению, мир для нас немножко облачное понятие. Война, война, кушать хочется. Юрий Полях доставил в Донецке Мариуполь тысячи тонн продуктов помощи Рената Ахметова. Он рискует жизнью каждый раз, когда заезжает в зону обстрелов. Но, говорит, риск – дело благородное. Этот игрушечный мишка всегда в дороге с Юрием. Стал для него талисманом. Как-то вот так вот сложилось. Я говорю, у меня уже не одну машину меняет. И как-то, как новенький. Значит, что-то же есть. Не сыпь. Ну, понятно, что иконки. Это же такое дело, что у каждого водителя есть свои обереги. 25 гуманитарных рейсов – это 57,5 тысяч тонн гуманитарной помощи, доставленной за год штабом Ахметова. Это 2618 20-тонных фур. Это беспрецедентный случай для Украины, как для ритейла отечественного, потому что, к счастью, наверное, никто не занимался поставками благотворительной помощи в таком объеме ранее в нашей стране. Мы вместе методом проб и ошибок находили самые лучшие варианты поставок регулярных, в полном объеме и, главное, своевременным. Мариуполь и Донецк – эти два города вот уже год принимают самую масштабную помощь в Украине. Этот автопогрузчик раньше разгружал авиауформный кирпич на комбинате Ильича. Но уже год эта техника распределяет гуманитарную помощь. Водители работают по 12 часов, но если в день приезжает несколько рейсов, приходится не спать сутками. Год назад на Донбасс-арену доставляли из Мариуполя уже готовые продовольственные наборы. Но потребность помощи возрастала с каждым днем. Поэтому с октября в Донецк стали завозить фуры с продуктами напрямую. Самой важной и основной задачей было научиться формировать конвейерный сбор и комплектацию этих наборов, научиться складировать. На стадионе это сделать достаточно сложно было. Мы начинали с ноля, мы проходили путь проб, ошибок. И сегодня мы делимся и открыты своими наработками с международными миссиями, которые столкнулись сейчас именно с такой сложностью, как все же доставлять и формировать наборы на Донбасс. Миллион километров пути за год проехал гуманитарный рейс Рената Ахметова. 86 автоколонн доставили помощь. Из Донецка их развозят в 32 стационарных пункта выдачи в 17 городах на неподконтрольной территории. Из Мариуполя помощь отправляется в более чем 70 пунктов на мирной территории Донбасса. В декабре прошлого года сотни тысяч мирных жителей получили продуктовые наборы Ахметова с задержкой. Тогда на Кураховском блокпосте батальоны не пропускали фуры. В июне из-за эскалации конфликтов в Донецкой области рейс простаивал на пунктах пропусков Курахово и Артемовске две недели. Из-за вынужденного изменения маршрута автоколонны ехали в одну сторону вместо 15-ти 50 часов. На пути следования были взорванные мосты, непроходимые участки и трудно развилочные дороги в частном секторе. И при этом мы не останавливали формирование колонн. Мы отправляли гуманитарную помощь из Днепропетровска. Водители с грузом ночевали в пути на блокпостах. В Артемовске мы простояли больше двух суток в ожидании своей очереди на прохождение. Все препятствия, которые возникали на пути гуманитарному рейсу преодолеть удалось. Каждый месяц помощь получают полмиллиона человек. Это инвалиды, матери-одиночки, пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи, переселенцы. Для каждого мирного жителя это спасение. Мы видим, что насколько эта помощь нужна нашим землякам. Насколько востребовано и жизненно важно то, что мы делаем. Это очень нужно для Рината Ахметова, как проявление его любви к своим землякам. Так, привет, девчата, пацаны, как дела? Получают помощь Ахметова и семья Троценко. Наталья с четырьмя детьми зимой бежала из Горловки. Почему-то все так считают, что мы приехали сюда ради того, чтобы нам давали тут пособие. Мы приехали сюда, чтобы уйти. В этой комнате размером 13 квадратных метров в общежитии семью переселенцев приютил волонтер гуманитарного штаба Эдуард Сулейманов. Днем он фасует наборы, вечером навещает подопечных. Что такое остаться ни с чем в один день, понимает как никто. Десять лет назад после пожара Эдик лишился родителей и дома. Если мы друг другу помогать не будем, зачем мы нужны тогда на этой земле? Тысячам стариков выехать некуда. Да и не за что. Антонина Дмитриевна и Николай Владимирович уже год живут под обстрелами в Октябрьском районе Донецка. Жизнь есть в ожидании, что или пронесет, не попадет, или же пронесет. И когда-то закончится это, чтобы мы хотя бы дожили до этого. Во время войны Николай Владимирович похоронил сестру, которая умерла от рака. На медикаменты у пенсионерки денег не было. Пожилые люди не имеют средств и на продукты, поэтому гуманитарную помощь очень ждут. Ренат, это наш человек, он говорит, людям дает все, нам помогает, нам вот так хватает. Спасибо ему. Чтобы доставить помощь вовремя и в полном объеме, за год гуманитарный рейс менял маршруты. Возрастала интенсивность поставок, колонны выезжали из Днепропетровска по несколько раз в неделю. Штаб Ахметова прекращать работу не намерен, ведь самое главное – помочь выжить миллионам людей Донбасса. Виктория Чистюхина, Владимир Конопля, Сергей Чакрыгин, Евгений Лопатниченко. События недели.